Итоги года уходящего и планы на год будущий. Тема итогового совещания, которое уже стало традиционным в сфере образования города Буя. Его участники – руководители образовательных организаций. На встречу приглашаются глава города Игорь Ральников и его заместитель Светлана Муравьёва. Начальник отдела образования Ольга Валенкова коротко рассказала перед встречей об итогах. Так как 2023 год был определён указом президента годом педагога и наставника, конечно, мы сегодня будем чествовать на нашем совещании педагогов, которые проявили себя в этом году именно в направлениях наставничества. Хочу сказать, что весь год 2023 под эгидой года педагога и наставника был очень ярким. Различные события проходили, мероприятия. И наши учреждения активно в них участвовали. Ну и, конечно, хочется пожелать всем буявлянам, всему педагогическому сообществу самого лучшего в наступающем новом году, здоровья, счастья, благополучия, успехов в реализации различных планов, различных проектов, добиться целей, которые ставит перед собой каждый человек и с прекрасным настроением войти в новый год, который объявлен уже годом президента, годом семьи. 2023, как сказала в своем приветственном слове к участникам начальника дела образования Ольга Валенкова, был ярким и насыщенным событиями, интересными проектами и интенсивной работой. 2023 год помог увидеть и раскрыть таланты наших буйских педагогов. Наши педагоги успешно участвовали в профессиональных конкурсах и напомню лишь о некоторых громких победах. Итак, Смирнова Лариса Владимировна, директор школы номер 13, Минирдов Александровича Наумова, победитель областного конкурса, учитель года и призер сферосийского конкурса, директор года. Тигарова Елена Владимировна, учитель истории и общества знаний школы номер 2, призер областного конкурса, учитель года. Блохина Елена Николаевна, учитель физической культуры школы номер 13, имени Рудольфа Александровича Наумова, победитель конкурса на присуждение премии «Лучший учителям за достижение педагогической деятельности». Бочегова Львовна Васильевна, заведующий информационно-методического центра отдела образования, призер регионального конкурса, лучший наставник Остромской области. И Серёва Ольга Александровна, директор центра «Уникум города Бой», лауреат Всероссийской олимпиады, педагог «Это призвание» в номинации «Педагогические работы». Кутузова Анастасия Борисовна, педагог-психолог детского сада номер 5 «Лесовичок», победитель регионального этапа 11-го Всероссийского конкурса «Воспитатели России» в номинации «Лучший профессионал образовательной организации». Анастасия Сергеевна, младший воспитатель детского сада номер 3 «Родничок», призер регионального этапа 2-го Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучшие няни России». Изюмова Татьяна Ивановна, педагог дополнительного образования Дома детского творчества, победитель конкурса МЧС России на лучшем материале по ОВЖ в Центральном федеральном округе. Коллеги, можно смело сказать, что система образования города находится в режиме развития. Наши педагоги школьной команды готовы учиться новому, реализовывать инновационные проекты. Примером такой работы стал и патриотический проект школы номер 13 «Шьем для наших». Реализуемый с привлечением грантовой поддержки фонда «Гордимся тобой» в размере 1 миллиона рублей. Детский сад номер 3 «Родничок» совсем недавно стал победителем первого грантового конкурса президентского фонда культурных инициатив проект «Мультстудия «Родничок». Размер гранта около 500 тысяч рублей. Таким образом, в 2023 году в систему образования города педагогами и образовательными организациями были привлечены средства в размере около 2 миллионов рублей. Коллеги и все перечисленные победы уже получили высокую экспертную оценку на региональном и федеральном уровне. Представители педагогического сообщества поздравляли своих коллег с достигнутыми в уходящем году успехами. В ноябре этого года состоялся региональный конкурс «Молодой педагог и наставник равно команда». И наш город представляли две команды. Это команда школы номер один «Дебют и профи». Это Смирнова Анастасия Вячеславовна, прошу вас подняться, подсказать. И еще одна команда. Это команда центра «Уникум». Она так и называется «Уникум». Это Киселева Ольга Александровна, Курианская Екатерина Алексеевна. Вот эти две молодые девушки, участницы команды, они очень активно проявили себя еще в жизни образовательной организации. Если говорить о Анастасии Вячеславовне, она работает в школе номер один с 1 сентября 2023 года. Но уже активно заявила себя в жизни школы и является помощником директора, советником директора по воспитательной работе. И представляла наш город на встрече с губернатором Сергеем Константиновичем Ситниковым тоже в этом году. Что можно сказать о Екатерине Алексеевне? Екатерина Алексеевна работает два года в центре «Уникум». Но в составе уже команды центра «Уникум» в прошлый год победила в таком же региональном конкурсе для молодых педагогов. То есть вот такая активная молодежь приходит в наши школы. И образовательные организации. Уважаемые коллеги, вот сейчас вы видели фрагмент видеовизитки наших конкурсантов. Кроме этого, в дистанционной части наши конкурсанты выполняли задания, а в очной части нашим молодым коллегам предоставилась такая возможность в Костроме перед своими молодыми коллегами, перед членами жюри, представить мастер-классы по реверсивному наставничеству. То есть научить наставников таким технологиям, которыми владеют сами молодые педагоги. Благодарственными письмами главы города отмечены наставники. Учитель начальных классов школы номер один Надежда Васильевна Малова и директор центра «Уникум» Ольга Александровна Киселева. Благодарностью отдела образования отмечены молодые педагоги. Анастасия Вячеславовна Смирнова и Екатерина Алексеевна Горянская. Воспитание детей и молодежи стало неотъемлемой частью национальной безопасности нашей страны. Для организации воспитательной работы и взаимодействия с детскими общественными объединениями в каждой школе работают советники директоров по воспитанию. Благодарностью главы отмечена советник по воспитанию школы номер два Лилия Алексеевна Тихомирова. Задача перед педагогами стоит такая. Создать единое профориентационное пространство, чтобы учащиеся могли еще в школе определяться с выбором дальнейшего послешкольного пути. В школы с 6 по 11 классы внедрена программа «Профминимум». Благодарностью главы отмечена заместитель директора по воспитательной работе школы номер 37 Ирина Анатольевна Зборец-Князева. На встрече обсуждали и тему наставничества в дошкольном образовании. Благодарностью главы отмечена старший воспитатель детского сада номер пять Лисовичок Елена Александровна Киселева, которая за несколько последних лет стала опытным наставником для семи молодых коллег. В 2023 году все городские образовательные учреждения проделали большую работу по переходу на информационно-коммуникационную платформу «Сферу». Благодарственным письмом была награждена заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер девять Ольгой Сергеевна Бочарова. Если говорить об отдыхе юных боевлян, то стоит отметить, что все большей популярностью и посещаемостью пользуются разновозрастные отряды в лагерях с дневным пребыванием детей. Подводя итоги этого направления, педагогическим сообществом и главой города была отмечена педагог-организатор школы номер 13 имени Рудольфа Александровича Наумова Елена Александровна Шиловская. Четвертый год город Буй работает над созданием в школах современных образовательных центров «Точка роста» и «Айтикуб». За работу в этом направлении и благодарностью главы города отмечена руководитель «Точки роста» школы номер девять Ирина Валентиновна Торопова. За личный вклад в расширение спектра направлений дополнительного образования отмечена директор Дома детского творчества Юлия Викторовна Волкова. В 2023 году в систему образования педагогами и образовательными учреждениями были привлечены средства в размере 1 миллиона 779 тысяч 68 рублей. Все перечисленные победы уже получили высокую экспертную оценку на региональном и федеральном уровнях. Педагоги на итоговом совещании смогли задать волнующие вопросы главе города и получить исчерпывающие ответы. Уважаемые педагоги, я рад приветствовать всех на сегодняшнем традиционном предновогоднем итоговом совещании системы образования нашего города. Я очень рад, что система образования нашего города не просто находится в развитии, но и, в общем-то, поступательно движется и достигает своих успехов, о чем сейчас только что говорила Ольга Валентиновна. И, конечно, все это благодаря вашей уходной, сложной, творческой работе. Я хочу сказать вам огромное спасибо за все, что вы делаете. Действительно, этот год был педагоги и наставник, и, наверное, не случайно, как сказал ваш педагогий, Адимир Владимирович Кубин, любые войны, любые победы достигаются не на поле боя, а они достигаются учителями и сещениями. Естественно, что учитель — это люди, которые воспитывают наших детей. Это задел для будущего, вы формируете задел для будущего нашей страны. И, наверное, не случайно, следующий год, год педагогии и наставника, переходит в год семи. То есть мы все видим, насколько важно для государства рамки педагоги и наставника сохранение наших традиционных семейных ценностей. Я хочу поздравить всех с успешным завершением этого года, пожелать успешной работы, чтобы следующий год стал нам еще больше эффективно хорошего результатов. Ну и с наступающим Новым годом, дорогие друзья!